Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Москва нарушает права Киева в Черном и Азовском морях и пытается узаконить аннексию Крыма. В Гаге финальный день слушаний по делу Украина против России. Свои аргументы сегодня представляет украинская сторона. Выступления проходят в закрытом режиме. Это требование РФ. На слушаниях представители России пытались доказать, у Третьейского суда нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины. Киев уверен, таким образом затягивают рассмотрение дела по сути. Иск против России Украина подала в сентябре 2016 года за нарушение прав прибрежного государства, согласно Конвенции ООН по морскому праву. Киев утверждает, Москва препятствует навигации суден в украинских территориальных водах, воруют полезные ископаемые, незаконно вылавливают рыбу и без разрешения Украины соорудила Керченский мост. Территория несвободы. Международная правозащитная неправительственная организация Freedom House внесла оккупированный Крым в список мест без свободы. Об этом сообщает Крымско-Татарский ресурсный центр. Окупационное правительство жестко ограничивает гражданские права, применяет антитеррористические законы против политических диссидентов. Члены крымско-татарского народа, которые открыто выступают против российской оккупации, подвергаются острым репрессиям со стороны российской власти, говорится на сайте организации. Двое украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр объединенных сил. Российские войска 29 раз нарушили режим прекращения огня, применяли артиллерию и минометы, запрещенные минскими соглашениями в частности. В Луганской области вражеские снаряды долетели до Боровского. С полуночи боевики открывали огонь дважды. Из гранатометов обстреляли Пивденное, а из миномета в Марьинку. Это город в 20 километрах от оккупированного Донецка. В результате обстрела Марьинки ранены трое взрослых и девятилетний ребенок. Все они члены одной семьи. Минами разрушены жилые дома. В интернете появились фотографии последствий обстрела. Огонь российские наемники открыли на рассвете. На месте происшествия работают правоохранители. Марьинское отделение полиции открыло уголовное производство по факту террористического акта. Пятилетняя годовщина окрушения Ил-76 под Луганском. Девять пилотов Мелитопольской авиабригады и 40 десантников летели на помощь защитникам Луганского аэропорта. Самолет был сбит боевиками. Все, кто был на борту, погибли. Игорь Меделян дальше. Эти кадры сняты 13 июня 2014. Это тот самый Ил с бортовым номером 76-37. Через несколько часов на борт сядут 49 украинских военных и отправятся в свой последний полет в Луганский аэропорт. Говорю, что есть на аэропорту люди, потому что там сейчас заходят самолеты на посадку. Это разговор главарей так называемой ЛНР, перехваченной СБУ. Подконтрольные России террористы обсуждали план уничтожения украинских самолетов. Три военных транспортника везли подмогу бойцам, удерживавшим Луганский аэропорт. Они, честно говоря, нас слегка озадачили. Они не с той стороны пошли. Уже вторая группа вышла. Сейчас будут сбивать тех, кто взлетает, тех, кто садится. Они зашли со стороны красного. Нас там никогда не было. А теперь будет. Первый борт оккупанты упустили. Второй атаковали с переносного зенитного ракетного комплекса. Первая ракета прошла мимо цели, вторая попала в крыло. И самолет начал падать. Позвонил, смотрю, он по яблочной шоты там, да и в аэропорту. Говорю, а где? В Днепре. А что, куда у вас? Да как-то такие вопросы, не знаю, что задавать. Броник хоть дали, а он засмеялся. Да есть какой-то там. Сергей вспоминает последний разговор с сыном. Пять лет назад его жизнь разделилась на до и после смерти ребенка. После гибели детей жизнь как-то по-другому. Мы понимаем, что жизнь продолжается. Люди женятся, люди там разводятся, свадьба играет, дни рождения. И когда приходишь туда, ну к ним сидеть, люди веселятся, и ты сидишь, допустим, с таким лицом. Оно как-то… Общее горе объединило родственников погибших десантников. Они создали общественную организацию, помогают и поддерживают друг друга. Он мне позвонил, сказал, мама, мы к Днепропетровскому аэропорту, будем лететь, куда не знаю, как только смогу, позвоню. Все, что я ему смогла сказать, сынок, если тебе будет страшно, помолись, пожалуйста, своими словами, как сможешь. На том борту сын Светланы был одним из младших, Сергею было 19. Родители бережно хранят память о своих детях. Фотографии, награды, вещи. Все, что связывает с сыновьями, погибшими от рук российских оккупантов. Кого надо погрузить? Билл 76-й, мы двили, его надо погрузить, остатки, дать на металлолом. Судьба организаторов убийства украинских бойцов незавидна. Геннадий Цепкалов внезапно умер. Игорь Плотницкий в результате конфликта между кремлевскими кураторами бежал из Луганска в Россию. Возглавлявший на тот момент боевиков Валерий Болотов неожиданно скончался на территории РФ. Луганский аэропорт, ставший еще одним символом борьбы за украинскую независимость, временно перешел под контроль оккупантов. Игорь Меделян, Юлия Кочет, Богдан Антоненко, ЮЭй ТВ. Обрушение моста на юге Китая. В воду упали два автомобиля, которые в этот момент проезжали через переправу. Одного человека удалось спасти. Количество погибших и раненых точно неизвестно. Поисковые операции продолжаются. Инцидент случился около двух часов ночи по местному времени. Среди возможных причин аварии китайские СМИ называют продолжительные ливни и поднявшийся уровень воды в реке, которые и подмыли опору моста. Тело еще одного корейского туриста нашли во время поисковой операции на Дунае. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на МИД страны. Еще трое человек считаются пропавшими без вести. 29 мая прогулочный катер «Русалка» столкнулся с круизным судном «Викинг» и затонул. На борту было 35 человек, из них двое члены экипажа, остальные – корейские туристы. Спасти удалось семерых пассажиров. Доно с латинского означает «Дарю». Ко всемирному дню донора крови в Киевском городском центре крови проходит благотворительная акция «Я донор». Подробнее о ней расскажет корреспондентка ЮИТВ Инесса Занина. Добрый день, Инесса! Сколько людей приняли участие в акции, и ты тоже стала донором, есть такая информация. Добрый день, Даша. Да, я стала донором. Я недавно сдала своих 450 мг крови. Это обычная доза, чувствую себя хорошо. Но это только сегодня, это только начало этой акции. Она будет проходить целую неделю. Вот в первый день пришло, я даже не могу посчитать, сколько людей, потому что это стояла очередь в регистратуру и еще в кабинеты, в которые нужно было пройти проверку, померять давление, побеседовать с терапевтом. И сдать свою кровь на определение своей группы. Те, кто уже доноры со стажем, они проходили эту процедуру гораздо быстрее, а новичков фотографировали, регистрировали, потом уже отправляли по кабинетам. Зачем они это делают, мы узнали у донора, который во второй раз сюда пришел, эта девушка, и у парня, который уже скоро станет, можно сказать, по-честным донором. Давайте послушаем их. Я еще не почетный донор, еще несколько страниц для этого нужно. Первый раз попросили друзья, необходимо было сдать кровь. Потом я увидел ситуацию в Украине патовая, крови не хватает. И я уже сдаю восьмой раз. Я второй раз сейчас прихожу, сподвигла первый раз то, что у меня, я учусь нау, авиационный университет, и подрезали мальчика, и ему сдавали очень большое количество людей, просто помогали. То есть я пришла, вот первый раз я сдала так. И после этого я посмотрела, как оно все, и я поняла, что и для меня интересно, то есть помогать другим, и мне самой хорошо, для организма. Почему бы дальше это не продолжать? Я хочу сказать, что здесь, в центре крови, просто очень хороший ремонт. Вы можете это видеть за моей спиной тоже, вот люди сдают кровь, все, современная аппаратура, новое кресло, не говоря уже о том, что для забора крови все инструменты стерильные и одноразовые. Мы поговорили с заведующим отделением этим, где мы сейчас находимся, и узнали, сколько приходит обычно пациентов, рецепентов каждый день. Он сказал, что это 50-70 человек, для Киева это мало, но эта цифра нарастает. Давайте узнаем, кто становится донором, в каком возрасте и каким образом. К нам приходят люди старше 18 лет, у которых есть понимание того, что надо кому-то помочь. Часто приходят родственники пациентов, которым нужна кровь для переливания или ее компоненты. В принципе, верхней границы нет, главное, чтобы было здоровье. В феврале правительство и Министерство охраны здоровья приняли новый план по поведению с кровью, как это называется. Это касается того, что центры будут в каждой области, это все будет централизовано, забор крови будет централизованный, и все нацелено на то, чтобы кровь была безопасной и что за нее будет отвечать именно центр крови, а не так, как сейчас сказали нам чиновники, что кто берет эту кровь, потом они ее перерабатывают и неизвестно, какого она качества. У меня все, Дарья. Корреспондентка ЮйТиВи Несса Занина ко Всемирному дню донора крови в Киевском городском центре крови проходит благотворительная акция «Я донор». Оперативное обновление новостей на сайте телеканала utv.ua Спасибо, что вам интересна Украина. Следующий выпуск новостей на русском менее чем через два часа. Непременно увидимся на ЮйТиВи. Субтитры подогнали Симон.